Дорогие друзья, от всей души приветствую вас и поздравляю с праздником, с Днём Работника Культуры. Со сцены легендарного театра имени Вахтангова, которым я служу, я передаю привет и пожелания и поздравления всем тем, кто живёт искусством, творит и делает эту жизнь мягче, красивее, интереснее, содержательнее, глубже, прекраснее. Я точно знаю, что все испытания, которые нам посланы, сделают нас крепче, что все гастрольные нарушенные маршруты будут восстановлены, что все премьеры состоятся, все отменённые или перенесённые мероприятия увидят своего зрителя, а зрители увидят любимых артистов. У нас с Владимиром и Владимирской областью, с Министерством культуры были запланированы прекрасные встречи, посвящённые юбилею, Дню Победы, Великой Отечественной войне. Но я точно знаю, что мы сможем вернуться и к этой теме, и к этим мероприятиям, и к этим спектаклям, к этим концертам тогда, когда у всех у нас появится возможность. Пожалуйста, берегите себя, запаситесь терпением, силой духа, силой воли, читайте хорошие, добрые книги, слушайте прекрасную музыку, и, пожалуйста, верьте, что всё будет хорошо. С уважением к вам и с пожеланием всего самого доброго и светлого, с пожеланием отметить сегодня праздник «Тень работника культуры» ваш Александр Олешко. Дорогие друзья, дорогие жители Владимирской области, я сердечно вас поздравляю с Днём работника культуры и с Днём театра. Городу Владимиру есть чем гордиться. У вас потрясающий театр драмы с талантливейшей молодой труппой. В этом театре я имею честь играть в своей собственной пьесе «Исповедь тенора» в окружении молодых талантливых ребят. И я желаю им всем и всей труппе и всему коллективу Владимирского театра драмы новых успехов, новых творческих работ, поисков и свершений. И, конечно же, огромного успеха у своего зрителя. Зритель города Владимира удивительный. Он удивительно воспринимает всё настоящее. Поэтому я вас сердечно ещё раз поздравляю с Днём работника культуры и с Днём театра. Ваш Владислав Пьевко. Я очень рад поздравить работников культуры Владимирской области с Днём работника культуры. Я желаю всем счастья, желаю, чтобы, на самом деле, коронавирус на всех миновал, культурные мероприятия восстановились. И, в общем, мы все вернулись к нормальной жизни. И будем надеяться, что культура победит коронавирус. И мы, в общем, вернёмся к нормальной жизни. И будем играть спектакли, показывать разные концерты и так далее, и так далее, и так далее. И вас, товарищи работник культуры, я прошу нести эту мысль в массы и рождать в них всё-таки оптимизм. С праздником вас! Здравствуйте, дорогие! Поздравляю вас с замечательным и вашим праздником, и нашим праздником. Днём работника культуры. Поздравляю работников культуры Владимира и Владимирской области, всё Министерство культуры вашей области. Вы уже такие родные и близкие. Так часто я могла раньше приезжать к вам с творческими отчётами, концертами, выступлениями, участиями в кинофестивалях и других культурных мероприятиях. Но так давно меня у вас не было в связи с создавшейся ситуацией, которая заставляет нас посидеть дома, заняться домашними делами, самим развитием, что-то творческое дома потворить. Мы вынуждены сделать паузу в нашем общении. Но, любимые, дорогие, всё проходит. Пройдёт и этот период. И я обязательно к вам приеду с новой программой. Мы встретимся, обнимемся. Я увижусь с вашим фантастически душевным зрителем и вами. Вам счастья, здоровья, творческого вдохновения ежесекундного. И, конечно же, не покидайте, даже если виртуально придётся работать, ваши рабочие места. Я знаю, что это и невозможно. Человек, работающий в культуре, никогда не уходит с работы домой. Он домой несёт свою работу. Мои дорогие, благополучие, здоровье и, главное, спокойствие. Знать, что мы есть друг у друга. Люблю вас всем сердцем. Мечтаю к вам приехать. Ваша навеки. Оксана Сташенко, заслуженная артистка России. Люблю, целую, жду встречи с праздником. Субтитры создавал DimaTorzok